Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все, кто нас слушает. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком и традиционно в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. Гость сегодня у нас в «Зеленой лампе». Хотели сказать, гость в студии. Да, да. Но гость у нас не в студии, а по скайпу сегодня выходит в связи с текущей ситуацией, но это нам не помешает. Это очень известный скульптор, ассоциированный профессор Латвийской академии художеств Глеб Пантелеев. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте, добрый день. Вот, как хорошо. Связь проверили, да, все нормально. Это у нас экспериментальная программа. Сегодня впервые за всю историю нашей программы. Гость у нас не в студии, а по скайпу. Посмотрим, что получится у нас. Получится все хорошо. Да, программа задумана у нас как? Что мы просим вашей помощи, рассказываем о человеке, который попал в беду и которому на этой неделе нужна поддержка. И всегда с нами в разговоре принимает участие известный человек. Писатели, режиссеры, художники, актеры. И вот сегодня нам будет помогать Глеб Пантелеев. Ну и, конечно, мы будем говорить об искусстве. Обязательно. Об искусстве, обо всем хорошем, о жизни. То есть без этого не обходится ни одна наша программа. А помогаем мы сегодня. У нас очень важная такая миссия маленькая сегодняшней программы. Помочь девушке, которой 32 года. Всего ее зовут Дарта. Дарта Виттелла. Да, она очень красивая. Это умница, красавица, спортсменка. Она тренер по теннису. И вот 15 месяцев назад, вот точно мы говорим, да, ей поставили очень нехороший диагноз онкологический. И сейчас очень нужна ей помощь. Ей нужно собрать деньги на лекарства, на препарат по иммунотерапии, который вот реально это вопрос спасения жизни. И мы просим всех, кто будет нас сегодня слушать, прям периодически набирать этот номер. Ну, кто-то один раз, кто-то, может быть, несколько раз. Номер нашего телефона благотворительного 9300-6384. Евро 42 цента звоночек один стоит. Это маленький звоночек, но, как мы всегда говорим, они собираются в реальную большую помощь. Ну, а сейчас гость, который нас ждет терпеливо, да, мы хотим задать ему вопрос. Вопрос очень важный сразу. Значит, да, про Глеба пару слов еще надо сказать. Что у него были выставки персональные и совместные в разных странах. И в Латвии, в Дании, в Японии, в Великобритании, в Чехии, во Франции, в Швеции, в Мексике, на Кипре, в Германии. Еще что-то мы, может быть, упустили. Работы его в разных коллекциях находятся. Вообще, скульптор – это человек, который украшает среду и гармонизирует пространство. И мы хотим сегодня немножко отвлечься от этих наших грустных карантинных мыслей и спросить Глеба. Вот, Глеб, по поводу гармонизации пространства в широком смысле. Вот, смотрите, если отвлечься от вопросов финансирования и каких-то конкурсов, утверждений, вот абстрактно, вот какой бы памятник вы бы подарили Риге? Вот что бы такое придумали, чтобы порадовать людей? В случае Риге, Латвия. Ну, или просто, да, вот, чтобы люди на его фоне, может быть, фотографировались. Да, ну, по поводу гармонизации, это очень, это широкое понятие очень, гармонизация пространства общественного. И поэтому здесь функция скульптуры не просто вот навести гармонию, как бы успокоить зрителя, не в этом ее смысл. Это тоже может быть, но скульптура очень часто должна и поднимать проблемы такие, ну, не совсем, скажем, не совсем комфортные. То есть гармонизация – это не значит создание комфорта. Вот начнем с этого. По поводу того, что бы я хотел подарить Риге или Латвии миру, ну, как-то в одном, одним словом я не могу это сформулировать, одну скульптуру я бы не хотел просто взять и подарить. Это такой единоразовый жест. Конечно, у меня есть свои какие-то пристрастия, у меня есть свои мечты, и мечты давние, и которые, что я хотел бы воплотить, не знаю, получится ли у меня в этой жизни это или нет. У меня, конечно, есть определенные свои пристрастия и жанровые желания, но я бы в первую очередь хотел, чтобы скульптура была разнообразна, потому что требования и вот эта вот востребованность скульптуры у каждого человека, у каждой группы может отличаться и воспринимать скульптуру, и представлять себе, что такое скульптура. У людей есть полное право по-своему. И я хочу, чтобы максимально широкий спектр этого был. То есть, начиная, опять возвращаясь от гармонизации, то есть, что-то гармонично, успокаивающее, релаксирующее, какая-нибудь, ну, не знаю, буддистская ступа, да, и кончая, если кому-то, скажем, кому-то нравится изобразить счастливых людей, прекрасно, изобразим счастливых людей, кому-то хочется сохранить память о чем-то очень несчастливом, очень чем-то страшном. Ради Бога, это тоже можно делать. Я за то, чтобы скульптура была очень разная. А вот вы очень известный скульптор у нас, титулованный, да, как говорят. Скажите, а вот вы считали, сколько ваших работ стоит в Риге и в других городах Латвии? Есть какая-то любимая? Ой. А вот так, да. Кстати, любимой, любимой даже не знаю, боюсь сказать, потому что в каждой работе что-то есть свое, и в каждой работе обязательно есть какой-то косяк, который замещаешь только когда эту работу закончил. Но я вам не скажу, конечно, что это, потому что это только, это только, это только мною замечено все. Любимой работ у меня есть. Сколько в общей сложности работ? Ну, наверное, наберется какой, не знаю, десяток? Ну, наверное, больше даже, нам кажется. Может быть, больше. Я, честно слово, не считал. У меня вот, я точно могу сказать, что в славном городе Венспилсе у меня шесть работ, а вот по Латвии я в общей сложности, ну, больше. Ну, а какая любимая в славном городе Венспилсе? Вот у нас есть, кстати, мы потом скажем тоже. А знаете, у меня любимая работа, как правило, последняя всегда. Потом проходит время, конечно, она может отойти на второй план. Сейчас мне очень нравится, без ложной скромности скажу, мой зонтик-фонтан Венспилсе, открытый этим летом. Вот, и нам тоже. Мне кажется, она совершенно как бы не соответствует теперешнему духу времени последних двух недель, но она дождется своего часа, и она опять будет людей радовать. Ну, это замечательно. Нам тоже очень нравится зонтик ваш, он такой необычный, да? Как вам пришло в голову, почему фонтан-зонтик? Вот можете такую тайну приоткрыть, творческую? Обычно зонтик закрывает от дождя. У меня получилось, наоборот, как в детстве, я помню, рассказывал кому-то, совсем маленький был, мне родители потом передавали, что плывет кораблик и дует флажком. То есть я причинно-следственную связь поменял. То есть не флажок стоит от того, что ветер дует, а дует флажком. Ну, вот зонтик, который льет. То есть парадоксальный подход. И нравится очень детям, конечно. Но это я очень рад этому, потому что дети особенно оценили это. А если оценили дети, то, знаете, это, в принципе, это большое очень достижение, потому что мне один очень такой циничный, но тем не менее сведущий человек сказал, чтобы стать великим художником, нужно в первую очередь, чтобы тебя, твое творчество любили женщины, потому что женщины главные, ценители, они выкладывают вот эту вот линию признания. Мужчины потом ее просто воспринимают. Женщины, да, они и ценители, и вдохновители, и, кстати, и покупатели тоже главные. Покупатели, к сожалению, в меньшей степени, но все поправимо. А дети – это какой-то особый, это особая оценка, это особое признание, поэтому я, конечно, этим очень горжусь. А вот, кстати, о женщинах. Мы знаем, что у вашей жены, у скульптора Ольги Шиловой сегодня день рождения. Передайте ей, пожалуйста, наше поздравление, и вас тоже поздравляем, так как вы имеете к ней непосредственное отношение. А вот чуть-чуть расскажите, у нее прекрасная идея, над которой она начала работать, проект «Рижские малыши». В общем, придумали, что мамы, когда выходят из нашего Рижского роддома и думают сфотографироваться всей семьей на память, там нет ничего, стеклянная дверь в роддом и машины стоят на паркинге. Вот придумали, что надо бы там поставить что-то такое, на фоне чего на память можно было бы фотографироваться. Как вообще поживает вот этот проект «Рижские малыши»? Знаете, это вопрос все-таки Кольги, потому что не то, чтобы у меня не было полномочий говорить на эту тему, я просто, ну, по большому счету, я не до конца в курсе дела, потому что мы супруги, мы муж и жена, мы коллеги, но как-то вот профессиональные вещи, вот именно наши профессиональные проекты, какие-то обязанности, мы только в общих чертах мы это представляем себе, мы не особенно, скажем так, художники в принципе очень эгоистичные люди, но мы взаимно, естественно, помогаем друг другу, но мы не делимся до скрупулезно, до последнего, поэтому я только знаю, что этот проект остановился, но я очень надеюсь, что он закончится, потому что, на мой взгляд, это прекрасная скульптура, это очень интересная вещь, и если ее получится установить, то это будет, она войдет в золотой фонд латвийской скульптуры, несомненно, но как это все пойдет, с учетом еще последних этих реалий новых, когда я, в общем-то, отдаю себе отчет, что это не главное сейчас, придет время, это возвратится, но сейчас это не главное. Да, но вы знаете, вот скульптура, и тем более, если это памятник, который стоит в городе, в общественной среде, он всегда несет очень важный общественный заряд, и поэтому мы сейчас все вместе пожелаем, чтобы эта скульптура про рижских малышей перед рижским роддомом обязательно состоялась, потому что это дело очень важное. Придет время. Да, и это такой вектор в будущее, мы должны с оптимизмом вообще в эту сторону смотреть, правда ведь? Ну, конечно, тем более это скульптура, но я не хочу тривиализировать это, но это символ улучшения демографии, скажем так. Вот, вот, да. Если уж совсем переложить, хотя я очень не люблю наделять функции конкретной работы, для меня все-таки скульптура – это что-то немножко другое, да, для меня скульптура – это тоже не надо воспринимать это как такой профессиональный цинизм, но для меня важнее сделать не что, а как, как скульптору, как профессионалу, но тут очень важно, это, конечно, это мы, это наше будущее, то, что Ольга в своей работе хотела показать и показала, на мой взгляд. Глеб, а вот если принять сразу, что скульптура – это мысль, которую можно потрогать руками, да, какой месседж, какую мысль вот вы сейчас хотели бы передать, например, ну, вот в ваших планах сегодняшних? Ну, это сейчас какая-то единственная мысль, которая может быть, может выразиться скульптуре, но, как правило, это проходит время определенное, скульптура – очень немобильный жанр, скульптура должна, идея должна как-то выстояться, она должна, как правило, она реализуется позже, нежели пришел импульс, поэтому я думаю, это будет где-то позже, но сейчас главное вот этого содержания, содержания мысли – это, конечно же, сострадание, потому что в мире происходят очень-очень-очень-очень тяжелые вещи, и как-то вот хочется максимально сосредоточиться на том, чтобы сострадать этим людям, чтобы им было легче всем. Вы знаете, может быть… Существуют девушки, которые мы сегодня вот вместе пытаемся привлечь к ней внимание и помочь ей с лечением. Ну, давайте напомним, телефон 93006384, это евро 42. Телефон на целую неделю подключен к счету специальному, открытому на имя Дарта Виттолы. Счет открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым сотрудничает наша программа «Зеленая лампа», и деньги нужны на оплату лекарства от онкологии. И, конечно, мы встречались с Дартой как раз, когда объявили уже вот этот карантин и ужесточили все меры. Она, конечно, была очень, ну, как бы раздавлена и растеряна вообще этой ситуацией, когда вообще тебя проверяют, да, на стойкость, на выживаемость, на оптимизм, на твою жизненную философию, а тут еще схлопнулись все эти обстоятельства, ей, конечно, сейчас очень не сладко. И вы знаете, что еще? Вот не поленитесь, зайдите на сайт mixnews.lv в рубрику «Зеленая лампа». Посмотрите, какая она невероятная красавица. Ей всего 32, у нее на вопрос о том, мы всегда спрашиваем, вот есть мечта, о чем мечтаешь? Она сказала, очень хочу семью, чтобы был хороший ответственный муж, веселые дети, здоровые дети. Вот хочу, чтобы это было, и мы думаем, что оно будет. Пусть будет, да, пусть будет. Все будем желать, и как-то это все тоже соберется вместе, как эти маленькие звоночки, так и мысли собираются в какой-то большой-большой-большой посыл энергетический. И Дарта действительно, она большая оптимистка. Мы с ней разговариваем, она смеется, она шутит, она рассказывает, в общем-то, ужасные вещи некоторые, да, то есть хождение по мукам, как она проходила вот эту стадию всей лечения, как она пришла, ее отправили, сказали, идите домой. Ну вот, да, в этой ситуации мы даже решили не касаться этой темы, потому что, если сейчас мы будем раскладывать все ее злоключения по пути нашей медицины, здравоохранения и как у нас все это с онкологией устроено, то лучше не будем. Но я просто хочу на чем акцентировать, что что бы она ни рассказывала, она все время улыбается и говорит, а я им всем сказала, все будет хорошо у меня. И у нее на страничке в социальной сети такая надпись есть «Спасибо вам, друзья». Она уже там пыталась с помощью друзей, оплачивала сама предыдущее лечение, с помощью друзей собирала и семьи деньги. И вот сейчас просто все остановилось, потому что остановилась, поэтому помощь нужна. И она пишет «Спасибо вам большое за эту поддержку, осталось мне чуть-чуть». Я обязательно, она знает, что она победит. И вот эта вот огромная уверенность ее в том, что все будет хорошо, она это, наверное… Ну, я не знаю, сколько процентов хорошего результата. Но, в принципе, это очень важно. Как вы думаете, Глеб, человек, который опускает руки и человек, который борется? Это же, в принципе… Ну, вы знаете, ну, воро – это, конечно, просто какие-то несравнимые категории даже спасения человеческой жизни и занятия скульптурой. Но по поводу опускания рук, я могу сказать, мы… Вот наша профессия – это такое непрерывное балансирование на грани форс-мажора. То есть это технические проблемы очень часто сложные. Это проблемы финансовые, естественно. Это проблемы общественного восприятия твоей работы. Поэтому… Но это, опять-таки, я не хочу это все сравнивать. Да, это просто об отношении к преодолению… Вот к опусканию рук, к преодолению трудностей, к тому, к радости, когда ты эту трудность преодолел. Вот это очень такое широкое, комплексное ощущение. Сейчас у нас перерыв небольшой на рекламу. Через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что сегодняшняя программа помогает 32-летней девушке Дарти Виттеле собрать деньги на 4 курса иммунотерапии, которая важна именно для спасения жизни. Ей подобрали это лечение в клинике Германии. Она там была ещё, когда можно было туда ездить. И это сразу начало помогать. А сейчас, когда всё остановилось, и ездить туда нельзя, и границы закрыты, и деньги тоже закончились. То есть вот единственное спасение этой девушки – это ваша помощь, наша с вами помощь. Поэтому телефон 930-6384 будет 2 недели работать для Дарты, чтобы спасти Дарту. И мы, конечно, отдаём себе отчёт, что сейчас очень тяжёлая ситуация у всех-всех-всех. И поэтому очень благодарны тем людям, которые не проходят мимо, потому что рядом с нами есть те, для которых деньги – это вопрос спасения жизни. 930-6384. Евро 42 цента за звоночек. И гость нашей программы сегодня – скульптор Глеб Пантелеев. И в предыдущей части мы поговорили о том, какой месседж может быть сейчас важно транслировать вот в это сложное время. И Глеб сказал, что очень важно сострадание. И действительно, сострадание, какое-то соучастие, сопереживание. Может, вообще сейчас нас каким-то образом… Проверяют? Ну да, тестируют на это сострадание. Как вам кажется? Ну, это, конечно же, тестирование любого… Любые такого типа экстремальные ситуации – это всегда тестирование. Я не думаю, что это какой-то… Хотя может быть и так, что это какой-то промысел мистический или этический. Я боюсь судить об этом. Я не знаю, у меня есть какие-то свои догадки, но я не хочу быть таким вот экспертом в этих сферах, когда я знаю… Ты знаешь, почему это все произошло. Не в этом. Я думаю, скорее всего, это не так, но по поводу того, что… Как это влияет и что такое, какое выражение может быть этого сострадания. Это не просто сострадание, это не просто пассивное состояние. Это, скорее всего, что-то такое, как очень часто сейчас, в последние дни я читал по поводу добровольцев, волонтеров в Англии, которые добровольно идут доставлять покупки старым людям, например, или помогают медицинским службам тоже. Вот это тоже, это форма, активная форма сострадания. Это очень важно. Хотя и такое метафизическое сострадание тоже очень важно, потому что ведь мысль материальна. Наша программа благотворительная, да, то есть она посвящена тому, чтобы привлечь внимание людей к истории конкретного человека, который оказался в беде и которого мы можем поддержать. Вот, Глеб, вы с вашей женой, со скульптором Ольгой Шиловой тоже участвовали в благотворительных разных историях, в частности, дарили скульптуру для благотворительного акциона. Вот как вам кажется, вот сейчас такое сложное время, в общем, люди могут ли напуганные проблемами, неизвестностью сейчас люди вот как-то подняться над своими личными страхами и интересами и вот думать о других? По поводу скульптуры, я уже сказал в предыдущей части программы, что я прекрасно отдаю себе отчет в том, что скульптура сейчас не главная, мягко выражаясь, да. Поэтому, но в контексте, именно вот в контексте благотворительности, в контексте помощи, и это уже бывало не раз, вернуться именно к скульптуре как к субъекту отношений человеческих и посредством скульптуры собрать средства для благородной цели, я думаю, это очень актуально, и я, конечно же, обязательно, если будет такое предложение, обязательно в этом проучаствую. А вот как вам кажется, вот люди сейчас, да, в принципе, ну как, у всех какой-то страх подсознательный, страх неизвестности, да, и страх вот этой неопределенности, неустроенности, а мы здесь с вами вот призываем подумать о других, да, то есть вот ему хуже, да, подумай о других. Как вам кажется, вот как баланс? Знаете, я сегодня испытал такое вот именно очень схожее чувство, я последние дни понял, что нужно, ну, как-то так затихариться немножко, да, то есть мои текущие проекты нужно приостановить, неизвестно, какая будет ситуация, я не могу сейчас вкладывать в них деньги, точнее я могу, но я побаиваюсь, потому что неизвестно, сколько все это будет продолжаться, и вдруг я сегодня утром проснулся, меня осенило, я должен эту работу, которую я собирался сейчас заказать вот для резки из металла, да, в одной фирме, я должен купить металл, я должен заказать им это все, это можно сделать все абсолютно без, не соприкасаясь на отдалении, и я это сделаю, потому что вот этим вот вложением своим я поддержу нашу фирму, которая этим занимается, я продвину свой проект тоже, и рано или поздно этот проект получит, он придет к людям, он будет идти медленнее, но не надо полностью вот, мне даже стыдно немножко стало, что я поддался панике и решил вот так вот уйти, залечь на грунт, я это сделал, и мне стало хорошо самому. Ну вот замечательно, что вы это рассказываете, потому что действительно жизнь не заканчивается, рано или поздно все эти ситуации, они каким-то образом прекращаются, и в принципе надо сохранить все, что можно сохранить, чтобы потом опять стартовать, не стартовать, продолжать дальше. А вот у нас такой вопрос к вам есть, хитрый, такой дилетантско-хитрый, у вас была скульптура, есть скульптура, которая называется, поправить, если ошибаемся, «Телепортация герцога Якоба». Есть такая. Есть такая, да. Фантазерская такая. Потрясающее название «Телепортация герцога Якоба». То есть как вам пришла идея? Вы ее делали в разгар предыдущего кризиса, там где-то 2008 год, наверное, да? Как-то она так специально была, вот этот кризис подстроена. Расскажите, пожалуйста, почему герцог Якоб и как вы его телепортируете к нам? Даша, спасибо за этот вопрос, мне даже исправили мне настроение им. Да, очень была ситуация, ну, конечно, не настолько схожая, она не была такой трагичной, но, тем не менее, очень тяжелая на тот момент, потому что был конкурс, и произошел этот обвал финансовый, тот экономический кризис. И мы для конкурса, который, тем не менее, несмотря на кризис, Кулдыгская дума проводила, это тоже, кстати, хороший пример, они все-таки думали о будущем, они могли сделать все канцел, да, и никаких проектов на лучших времен, они этот конкурс провели, реализовали его намного позже, но провели его в разгар кризиса. И у нас с Андрисом Вейдеманесом возникла идея такая, что поскольку герцог Якоб Кетлер очень известная историческая личность, успешная историческая личность, это герцог Сокурлянская, это было уникальное совершенно государство, очень успешное, и как такой хозяйственник, и достаточно успешный и жесткий, было бы неплохо такого типа человека сейчас оттелепортировать к нам. Но поскольку на тот момент мы таких голов не нашли в нашем государстве светлых, то мы решили привезти Кетлера сюда. И создали вот такую историческую симуляцию, фиксую, чтобы посредством такой времяотрона, машины времени, мы его доставляем из 17 века в век 21. Для того, чтобы он оптимизировал расходы, разогрел экономику, кого надо, выпорвал кого надо, наградил. Вообще, вот такая была легенда. Мы эту легенду тоже очень убедительно расписали в конкурсном проекте, и Кулыгской думе это как-то их это тронуло. И понемножку, понемножку, несмотря на все кризисы, мы его сделали. И это действительно пример того, как в тяжелые времена можно тоже что-то продвигать, что-то делать, не останавливаться, чтобы была вот эта преемственность. То есть расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, мы показать сейчас не можем, мы на сайте потом поставим, как этот портал времени выглядит. Вы создали машину времени фактически. Ну, вот я сейчас попытаюсь сказать, это очень неблагодарное дело. Да-да-да, описать. Пересказывать скульптуру. На пальцах, да. Представьте себе, одна стена, ржавая, чугунная, это символ эпохи именно той, когда в Курзе мы плавили свою собственную сталь из болотной руды. То есть вот она, это ржавая поверхность, это 17 век здесь. И вот Екоб заходит туда, его спина только видна, он вошел. Потом какое-то непонятное пространство, ящик вроде бы, шкаф, не шкаф, ящик, не ящик. И он выходит из этого шкафа, ну, ой, не примите превратное это выражение, но он выходит из этого ящика в наше время, в высокотехнологичную эпоху. Вот это как Шварценеггер из фильма «Терминатор» из «Расплавленной ртути», примерно. Но у нас немножко по-другому все это выглядит, но смысл такой же. То есть две эпохи. Эпоха зарождения индустриальной эпохи и вот эта так называемая постиндустриальная эпоха, что само по себе является такой довольно странной дефиницией. И вот он здесь. И вот мы сейчас посмотрим, что он нам тут устроит. Ну, кстати, Кулдыга прекрасная за последнее десятилетие вообще преобразилась. Да. И вошла... Ну, и, кстати, кризис-то тоже закончился от 2008 года. Может быть, благодаря отчасти и вашему проекту. Герцогу. Герцогу. Я очень надеюсь, потому что очень надеюсь, может быть, его дух помог, а может, просто такой вот символ, как вот такая пиктограмма. Но Кулдыге, действительно, я тоже хочу присоединиться к вашей оценке. Я Кулдыгу очень высоко оценю, как именно вот успешный такой, успешный городской организм, потому что они умудрились сохранить старину и при этом развиваться. Это очень сложно, это трудно. Кого бы еще, вы не думали, кого бы еще можно к нам переместить? Вот сейчас, например. Вам задание будет домашнее, придумать что-то такое. Может, есть уже идея. Кого бы нам телепортировать сюда? Да, но я не хочу высокопарно рассуждать, привести, не знаю, Черчилля. Нет, ни в коем случае. Я хочу, чтобы из малышей Ольги Шиловой, которые, я не сомневаюсь, будут рано или поздно у роддома установлены, чтобы эти малыши выросли в выдающихся государственных деятелей. Классная идея. Он и она, мальчик и девочка, выдающиеся государственные деятели латвийские. Они будут. Поддерживаем. А если бы можно было телепортироваться вам, какую эпоху, какое время вы бы выбрали для себя посмотреть на какое-то время? И точку мира. Да. Время и место. Да. Пофантазируем. Всегда тянет сказать в таких случаях, я бы вот в ту эпоху искусства, который мне больше всего по душе и которая меня восторгает. Но недавно мы говорили с Иммонтом Лансмане со мной эту тему, и он открыл одну закономерность, что самое великое искусство создавалось в довольно страшненькие эпохи, начиная от возрождения, античный мир тоже. Он очень идеализирован античный мир. Это было непрерывно, это было непрерывное кровавое месиво фактически. И эпоха возрождения, это тоже эпидемии, войны, кошмары этих тиранов, местных царьков, их борьба и отравление, садизм. И возникало выдающееся искусство. А в современном мире это тоже Иммонт Лансмане, со словами, это не мои. Уточним, Иммонт Лансмане, это директор Рундальского замка многолетний. Фактически его создатель в этом виде, в современном, он восстановил выдающийся этот памятник. И в современной эпохе, когда казалось бы, люди все, это было еще до пандемии, люди поели, попили, людям можно развлечься, людей не особенно угнетают, но более-менее все устаканилось. Но если посмотреть на искусство, то это вырождение, это Лансмане, со словами, я очень в значительной степени с ним согласен. Потому что, я не потому, что я отрицаю в принципе савриск, современное искусство, но, конечно, абсолютная большая часть этого искусства это действительно свидетельство глубокого упадка. А эпоха, тем не менее, когда голодных нет. В Возрождении все были голодные практически. закономерность. Вот не надо нам. Поэтому я немножко ушел в сторону, но я бы хотел, конечно, оказаться в античном мире, я бы хотел оказаться в Греции. Посмотреть, как работал Фиди, как работал Прокситель, как работал Мирон. Мне хотелось бы просто это увидеть. Но я не думаю, что я бы хотел жить в Древней Греции, в Элладии. Все-таки, наверное, я бы предпочел жить в либеральной демократии. Это просто мастер-класс, да? Пройти и вернуться. Я бы туда слетал, на телепорте вместе с мерцогом Якобом, но я бы не хотел там оставаться навсегда, потому что некоторые вещи, которые я вот тем дальше, тем больше узнаю про античный мир, мне совсем не внушают оптимизма. Да, как говорится, там лучше, где нас нет. Вы знаете, про нашу эпоху, со всеми там отрицательными и прочими тревожными вещами, которые мы ощущаем очень сильно, особенно сейчас, есть и очень хорошие вещи, которых мы не можем не сказать. и здесь самое время просто итоги предыдущей нашей программы назвать, напомнить. На прошлой неделе мы помогали маме двоих детей Лайма Людена, она дочка известного латышского поэта, сказочника, писателя. У нее тоже беда с онкологией, лекарство, которое в Литве обходилось дешевле, с закрытием границ здесь, в Латвии, более дорогой, она осталась вот фактически без лекарств. И за два дня была собрана требуемая сумма. Мы сообщили, что на вот этот курс на три месяца достаточно, опубликовали значит эту информацию, но люди продолжали жертвовать и получилось даже немножечко больше. То есть она получит на две упаковки больше, чем рассчитывала. Ну ей еще операция предстоит, поэтому все это пригодится. Вот. И итого за неделю для Лайма собрано 5280 евро, поступило на наш благотворительный телефон 1934 звонка на сумму 2417 евро и на счет в фонде Be Open поступило 2863 евро. Спасибо вам всем огромное. Да, это о чем говорят вот эти цифры, то есть мы последние четыре программы вот просто каждый раз замираем, мы думаем, ну вот ничего, ну что же делать, как мы будем собирать, сейчас всем так тяжело, и каждый раз просто радостное удивление, потому что люди очень хорошо откликаются на просьбу о помощи, это действительно реальные просьбы о помощи, в тяжелом состоянии находятся люди, о которых мы говорим, дети, взрослые, и отклик идет очень сильный. Вот это продолжает вашу мысль, Глеб, да, что в таких ситуациях, да, не только искусство развивается в тяжелых ситуациях, но как-то и милосердие. Почему? Почему-то сердце открывается, наверное, даже шире. Ну, это даже, я бы сказал, это довольно, ну, как сказать, это уже, ну, истина такая, истина, она как бы банальная даже истина, это всегда было так, что в ситуациях экстремальных, в ситуациях тяжелых, вот все-таки вот именно, именно вот эти чувства, эти императивы, они появлялись, и люди, может быть, даже вот переставали, я обратил внимание, что очень в последнее время в публичном пространстве очень многие споры, которые казались важными, невероятно острыми, они как-то утихли. Да, да, да. Их нету, как-то исчезли, исчезли многие вопросы, которые казались раньше, индивидентальными. Да, обнуляются эти вопросы. Обнуляются, именно так, и ты видишь, что спокойно можно жить без этих проклятых вопросов, нужно осознать их истинную ценность, их место, оно не такое уж и большое, не такое уж оно, и не такую уж высокую позицию оно занимает по сравнению с действительно важными вещами, с человеческой жизнью. А вот ориентиры какие-то маленькие, все равно должны быть эти кнопочки, там пуговички, я не знаю, гвоздики, за которые мы цепляемся, чтобы устоять, потому что все разрушилось, много разрушилось, но за что-то надо держаться. Вот для вас что это? Какие у вас личные такие вот ориентиры? Знаете, для меня ориентир, наркотик мой, это, конечно, моя работа. Но я не боюсь этого слова, потому что это именно, это именно наркотик, и я говорю довольно с такой, с эгоистической позиции сейчас, потому что, в принципе, конечно, это я просто, ну, таким образом, себя привожу в норму. Но следующая стадия, конечно, когда ты себя привел в норму посредством вот такого вот наркотика, да, следующая стадия – это осознать ситуацию, и, конечно же, в первую очередь, это вот то самое буддистское сострадание, которое выражаться может очень по-разному, начиная от конкретной, совершенно физической, элементарной, простой помощи нуждающемуся, от попытки избавиться от эгоизма и кончая вещами такими, ну, в общем-то, трансцендентами вполне, то есть метафизическими вещами, потому что я уже, как вот в начале передачи, мы говорили на эту тему, что мысль, она тоже материальна. Мысль материальна. Ну, вот в скульптуре она очень даже материальна, особенно, да, мне кажется. А вот еще интересно такое совпадение. Мы посмотрели, что в 2007 году вот ровно, ровно в эти дни перед Пасхой последние дни марта вы открывали выставку, которая называлась «Зона тумана», «Туманная зона», да, и вот вы тогда сказали, что, ну, вы увлекаетесь историей, как вот историк-самоучка, изучаете историю Римской империи, и вам кажется, что и наша цивилизация как-то вот вступает в туманную зону, да, и что вот европейские ценности как-то в какой-то, идут к какому-то кризису, как когда-то Римская империя. Вот сейчас прошло время, да, и сейчас вот, вот сейчас конкретно мы в зоне тумана. Вы как оцениваете вот сегодня эту тему? Знаете, я это вот то, что вы сейчас процитировали, мне это вызывает немножко такую чуть-чуть, чуть-чуть, ну, как бы не усмешку, но определенную улыбку, потому что это я вел себя как типичный классический представитель, вот то, что называется ведоклю лидерис, как правило, представитель творческой интеллигенции, который все знает. вот я знаю, что вот это вот упадок, что вот это вот ревнение, а теперь мы. Я больше так не говорю, я тогда был глуп. Молод. Глуп. И поэтому я сейчас больше этого не делаю, потому что оценки такие давать, это по меньшей мере наивно, а может быть, иногда даже и преступно. потому что часто очень оценки вот такого ведоклю лидера, они могут попасть на почву очень опасную. Я воздерживаюсь от таких оценок, я ничего не предсказываю, я не пытаюсь искать аналогии, я пытаюсь в этом мире, в теперешнем, который есть вокруг меня, я пытаюсь как-то найти свое место, найти гармонию и найти гармонию в отношениях с другими людьми тоже. И помощь, то, чем вы сегодня занимаетесь, это тоже поиск гармонии, только в другом немножко, в другой ипостаси. Давайте напомним телефон, благотворительный телефон программы «Зеленая лампа», которая работает для 32-летней, очень красивой, очень хорошей, доброй, веселой Дарты Виталой, 9-3-0-6-3-8-4, это 1 евро 42 цента за звонок. Спасибо всем, кто откликается. Спасибо большое, да, вот заранее мы знаем, что будут отклики, и вот просим вас просто прочитать подробную историю Дарты на нашем сайте и на фейсбуке в рубрике «Зеленая лампа», в группе «Зеленая лампа» на фейсбуке, там подробно все написано, вся эта история ее ухождения по мукам. Дарта получила образование в Лондоне, она закончила университет, она профессиональный тренер, она работала с детьми, учила их теннис, и со взрослыми тоже, пока не случилась вот эта вот беда с ней. И с этой бедой она обращается к нам, поэтому не пройдем мимо. Телефон 930-6384, номер счета тоже там указан в статье, пожалуйста, посмотрите, прочитайте и сделайте хорошее дело для себя в первую очередь. Это очень важно для себя сделать. И живет Дарта вдвоем с мамой, у нее чудесная, замечательная мама, героическая, которая все время рядом с ней поддерживает, и во всей этой медицинской документации и бюрократии она, конечно, участвует и ведет ее. Мама работает в небольшом туристическом агентстве у Дарты пенсия, и можете представить, да, какая сейчас ситуация, в каком они даже и психологическом состоянии. Наша программа подходит к концу очень быстро как-то, да, и у нас вопрос к нашему гостю такой остался важный, ну, много осталось вопросов, но все-таки остановимся вот на этом. Бертольд Брехт сказал, что все виды искусств служат величайшим из искусств искусству жить на земле. Вот в чем лично для вас заключается искусство жить на земле? Ну, это опять мы немножко так обобщенно приподнимаемся над конкретными какими-то вещами, но чему главному мы должны на земле научиться? Вы, как человек творческий и исключительно талантливый должны это знать? Пожалуй, опять-таки, это немножко вне пределов моей профессиональной деятельности, пожалуй, будет ответ, потому что для меня все-таки, я человек европейской цивилизации, для меня профессиональная деятельность, это совершенно определенные права и обязанности, но по поводу того, что искусство жить на земле, это в первую очередь искусство принять ход вещей с одной стороны, потому что не приняв ход вещей можно спятить, а с другой стороны можно спятить, не предпринимая попыток этому ходу вещей где-то воспрепятствовать хотя бы своим самосовершенствованием и в разных, разными способами, и вот эти две вещи, они вроде бы взаимоисключающие, но они вот составляют вот эту вот вот эту вот основу, вот эту канву всего нашего существования, наверное, наверное, так, пожалуй, а скульптура это уже, это профессия все-таки в первую очередь, и я еще хотел бы пожелать, конечно же, выздоровления Дарте, Дарта Турес, и я сделаю сейчас то, что я должен сделать, я возьму телефон и наберу номер правильный. 9-3-0-6-3-8-4-4. Спасибо вам огромное, Глеб, вы очень много важных вещей сегодня нам проговорили и нам, и нашим радиослушателям, мы благодарны вам, желаем удачи, хорошего дня и воплощения всех ваших планов. А радиослушателям напоминаем, что на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» история Дарты, фотографии и счет помощи. Спасибо.